Спортивный корт под открытым небом и с видом на горы вместо ледовой арены. Летние тренировочно-восстановительные сборы для скифов не повод прекращать занятия. Здесь больше игровых у нас проходит тренировок, чтобы ребятам было интересно, весело, чтобы они получали удовольствие. Здесь мы занимаемся оценкой состояния здоровья детей, чтобы мы их не перегрузили и дали нужную нагрузку, как говорится, в нужный момент. На тренировках мы используем технологию пола. Вот у меня есть датчики, на них одеваем нагрудные, и я слежу на планшете за их состоянием здоровья, а в частности за динамикой пульса. Если у нас идет высокоинтенсивная нагрузка, то мы даем короткие, допустим, ускорения или высокую интенсивность силовой работы. Потом идет восстановление. Оно, как правило, идет до третьей зоны. У всех детей эти зоны по-разному. А вот эти, вторая и третья зоны, это степень восстановления. В процентном соотношении мы выполнили тренировку. То, что тренер запланировал, мы получили. Тренировки проходят дважды в день, как дома, но отрабатываются физические способности, а не тактики и стратегии игры. После упражнений – бассейн. Плавание помогает поддержать форму, но, что важнее, как признаются сами дети, заряжает эмоционально лучшее из развлечений на сборах. Здесь же укрепляется и командный дух. Ребята действительно заслужили именно такого отдыха в Горном Алтае, потому что мы провели ряд серьезных спортивных мероприятий, поучаствовали в федеральном округе, где были призерами, поучаствовали на Кубке 3К. И помимо этого мы еще очень много провели матчи, больше 47 матчей. Дети – они всегда дети, но, во всяком случае, вот этот настрой коллективный, да, он играет большую роль вообще в жизни. Природа, горы, то есть тренировки в воздухе – это очень, очень круто, что так легкий еще, может восстановлять дыхание, и вот здесь все очень хорошо. Эти тренировки дадут нам побежать в следующих турнирах. Английский язык – обязательный предмет в расписанной по часам лагерной жизни для всестороннего развития и спортивных перспектив. На этих сборах ребята пробудут полмесяца, после небольшой отдых три недели и снова большой спорт. Хоккеисты отправятся в Москву на общие тренировки с командой «Спартака», а дальше на две недели в лагерь «Крылатых» в родном поселке, где руководители клуба тоже организуют тренировки и уже на льду. А там не за горами и соревнования всероссийского уровня. Все ребята, особенно наши алтайские, они настроены на, в общем-то, на реванш такой прям серьезный, потому что мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы они чувствовали себя в комфортной среде, сближаем их друг к другу, сейчас уже разбиваем на звенья, подготавливаем эти звенья и морально, и физически. Главное – верить в своего ребенка. Кроме веры от нас родителей, в принципе, здесь больше мы ничем помочь не можем. Мы можем доверять полностью тренеру, руководству. Дети счастливы, родители говорят, что дети звонят домой, радостные, счастливые, все их устраивает. Поэтому волнуваться точно не о чем. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.